Спасибо, ребят. Так, Единорос где? Куда дели Единороса? Пропал. Ну хуил же он такой был прикольный. Так, вы за Единороса. Крым чей? Сразу сходу врубились в Крым. Окей, как я и обещал, работа кандидата, приезжать, отвечать на любые вопросы. Сейчас сначала про Крым отвечу. Значит, вопрос Крыма для меня, это вопрос волеизъявления жителей Крыма. Если бы я хотел вам навешать лапшу на уши, я бы вам сказал, ну, у меня есть классная, классная программа по решению крымской проблемы, я вам сейчас ее рассказывать не буду, но она есть, поверьте мне. Я вам честно говорю, что такой программы нет. Ни один территориальный конфликт на территории земного шара не решился за последние 50 лет. Поэтому вопрос Крыма, это вопрос бесконечного, там, на много-много десятилетий конфликта между нами, Украиной, нами, Европой. Никто ничего не признает, никто ничего не изменит, все мы будем страдать. Поэтому я честно говорю, я проведу референдум еще один, мы предполагаем, что результаты этого референдума будут похожие, Украина все равно его не признает, мы будем страдать, мучиться и без конца одно и то же обсуждать. Но ничего здесь сделать, как и с Северным Кипром, как с Волглентскими островами, как со всеми остальными, нельзя. Вопрос. Что делать вашим сторонникам, если меня не зарегистрируют? Такое может случиться? Да. Нет. Серьезно? Да. Вы предполагаете, что могут меня не пустить на выборы? Да. Странно. У меня нет такого ощущения. Меня вчера начальника штаба посадили на 30 суток. Но опять, да, опять журналисты же посчитали, что я каждый пятый день я провел под арестом, вот год идет избирательная кампания, каждый пятый день под арестом Волков сейчас начальник штаба побил мой рекорд. Поэтому, ну, я же не наивный человек. Я понимаю, что они не хотят меня видеть на выборах. Ну, очевидно. Им очень сильно, ну, не хочется, чтобы я вышел на телевизор, на дебаты и сказал все те же самые слова, которые говорю здесь. Не хочется совсем. Но, это вопрос к нам, ко всем. Если меня не пустят на выборы, мы будем считать такие выборами нормальными? Нет. Дело же даже не во мне. Дело не во мне, потому что я какой-то классный, или у меня отдельная, какая-то суперкрутая программа. Хотя я классный, и у меня крутая программа. Но вопрос в другом. Народ спонсирует. Назовите мне кандидата, который ведет избирательную кампанию год уже. Назовите мне кандидата, который приезжает сюда и работает кандидатом. Блин, приезжает сюда, забирается на сцену и отвечает на вопросы. Это же вещь такая, ну, хочешь власть в стране, ну, так давай чеши, выступай перед людьми, убеждай, уговаривай, отвечай на вопросы, какие им нравятся. Тебе положено это делать. Я спрашиваю, сюда приезжал Геннадий Андреевич Зуганов? Нет. Сюда приезжал, как вы, Сергей Михайлович Миронов? Нет. Ого, 500 уже. Сюда приезжал Жирик? Нет. Приезжал. А, был, наверное, когда. О, а поезд приезжал? Он нам деньги раздавал на перроне. Ну, хорошо, поставили. Есть кандидат, который хотя бы приезжает. Ну, дальше. А Титов приезжал к вам? Нет. Нет, кто это? А кто это? Есть кандидат такой в президенты, есть такой кандидат. Путин Владимир Владимирович выступал вот так вот? Нет. Собчак Синина Анатольевна? Нет. Нет, 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 нет. Вот вы смеетесь, потому что, ну, типа, кажется, что Хан Навальный вышел на сцену и шутит. А в чем шутка-то? Шутка про то, что, я говорю, приезжали ли сюда кандидаты, а вы не просто кричите нет. Потому что в России вообще, в принципе, не принято, чтобы кандидаты приезжали. Навальный, он дурачок. У него избирательная кампания заключается в том, что он приезжает и убеждает людей. Но я, ребята, убежден совершенно в том, что нормально мы будем жить, только когда мы заставим и кандидатов работать. Не могут люди претендовать на поддержку, если они не делают вот этого. Верно? Я считаю, я отвечу, отвечу. Долгий ответ, но он важный. Я стану президентом. Через 4 года, если я захочу избраться, я точно так же приеду и точно так же буду распинаться и отвечать на вопросы, потому что это положено так делать. Если кандидаты и власть этого не делает, значит, все сломалось. Значит, они не зависят от народа вообще. И в связи с этим, в связи с тем, что я точно знаю и могу сказать, что я единственный кандидат, который ведет кампанию. Я единственный кандидат, который открыл 81 штаб. Я единственный кандидат, у которого есть 180 тысяч волонтеров. Я единственный кандидат, который деньги получает от вас. Ходит их, клянчит, выпрашивает. Но, по крайней мере, вы знаете, откуда получаются эти деньги. И если меня не пустят, я призову вас всех бойкотировать эти выборы. Я призову вас всех не ходить на эти выборы. Вы на них пойдете? Спасибо. А что там делать-то? Там делать что? Кого там можно выбрать? Если выбрать никого нельзя, Собчак, хорошо, классно. Можно, конечно, можно прийти и проголосовать за кого угодно. Но хотелось бы голосовать за кандидата, который борется за голоса, верно? Да. Если кандидата нет, нам мы не просто будем бойкотировать. С одной стороны, мы будем делать наблюдение за выборами. С другой стороны, мы будем их бойкотировать. А с третьей стороны, убеждать всех, что участвовать в этой процедуре просто неприлично. Как отличить тех, кто бойкотирует в знак протеста, от тех, кто просто поехали на дачу? Мы приплюсуем тех, кто поехали на дачу к себе. Ну, неважно. Слушайте, ребят, стратегия бойкота, но она, очевидно, не является суперадъективной. Она, очевидно, ее сложно посчитать, но тут уж должно быть не рациональное, а такое морально-нравственное отношение. Ну, как можно идти к избирательному участку, к курне, если тебя фактически там плюнут в лицо? И тебе скажут, а, ты там хотел за перемены голосовать, значит, твоего кандидата мы вышибли. Вот мы придумали тебе, за кого ты должен проголосовать. На, выбирай. В таких выборах участвовать нельзя. Давайте с этой стороны вопрос, потом снова сюда. Да, да. Про Китай? Про Китай вопрос. Вопрос такой. Если вы думаете, что мы не пойдем на выборы, вбросы в бюллетенях не будут? Вбросы в бюллетенях будут в любом случае. Эта власть базируется на вбросах. Наша стратегия заключается в том, чтобы организовать наблюдение и максимально этому препятствовать. И мы, в отличие от всех остальных компаний, за всю историю, новую историю России, обладаем достаточным количеством волонтеров первый раз, чтобы каждый избирательный участок закрыть несколькими наблюдателями. Поэтому голоса достаются с трудом. За эти голоса приходится работать, но я ни один голос просто так не отдам. Пойдем мы или не пойдем, мы будем делать наблюдение и будем бороться с вбросами, а не будут пытаться их делать. Вопрос. Спасибо. Вот вы становитесь президентом. Ура! И вот вы отправляете кадры у нас в камью посудимых. Вы не боитесь второй русско-черкской войны? Ведь он вам откажет. Вопрос такой. Вот вы становитесь президентом. Ура! Отличное начало вопроса. И сажаете с кадры у нас в камью посудимых. Да, я считаю, я действительно считаю, что он организатор убийства Нюнцова. И он должен казаться последствием потом видим на скамье подсудимых. Но не боитесь ли вы русско-черкской войны? Не боюсь. Я не вижу предпосылок для русско-черкской войны. Потому что я у вас здесь спрашивал в начале митинга про среднюю зарплату. Вы мне говорили 20, 15, 13. Спрашивал бы в Чечне или в Дагестане, мне бы все говорили 11. Потому что там еще больше нищета. Денег идет, море. А нищета еще больше. Кадыров захватил власть. Является там миллиардером долларовым. Но все остальное население в нищете. И хочет оно того же самого, что и любой человек. Обычно нормально работать за нормальную зарплату. Предпосылок для какой-то войны из того, что мы убрали Кадырова, нет. Помните, был такой мэр Махачкалы Саид Амиров? Он убивал людей. Все знали, что он убивает людей. И считали, что его нельзя снять. Потому что сразу начнется война. Прямо сразу. Он там настолько укоренился. Нельзя его трогать. И не трогали его десятилетиями. Но потом приехали, арестовали, увезли в Москву. И ничего не изменилось. Вообще ничего не изменилось. Поэтому я совершенно убежден, что Северный Кавказ, Чечня, в частности, нуждается в том же самом, что и вся остальная Россия. Просто в нормальном порядке и деньгах. Вопрос. Уровень безработицы в стране растет. Как вы собираетесь с этим бороться? Экономический закон заключается в том, чтобы для экономического роста и для борьбы с безработицей нам нужен средний класс и малый и средний бизнес. Не существует богатых стран, у которых процент малого бизнеса в ВВП был бы меньше 60-70. У нас малого бизнеса, вообще бизнеса в стране практически не существует. Сами скажите, здесь в Псковской области легко заниматься малым бизнесом? Бизнесом вообще? Легко? Нет. Можно заниматься. Но в целом в стране ситуация такова, что... Ну вы открыли, не знаю, магазин. К вам пришли пожарные. Санэпидиостанции. Одна проверка, вторая проверка, третья проверка. Быстрое количество рабочих мест нам даст малый и средний бизнес. И у меня здесь совершенно четкий подход. И ясное, четкое предвыборное обещание. Я освобожу малый бизнес в России от любых поборов, любых налогов, любых разрешений, любых бумажек. Поддерживаете меня в этом? Да! Потому что, ну, невозможно же начать работать. Просто невозможно. Сейчас, если вы, например, ну, я не знаю, репетитор, или врач, который подрабатывает каким-то массажем, или сдаете квартиру, вы для государства незаконный предприниматель. Государство вас хочет посадить. Когда я стану президентом, все взаимоотношение бизнеса и государства будет заключаться в том, что человек пишет имейл в мэрию Пскова. «Алло, с завтрашнего дня я предприниматель». В ответ ему приходит «Большое спасибо, поздравляем вас, мы вас очень любим». Все. Больше делать ничего не надо. «Зарабатывай, создавай рабочие места, ты для этого и существуешь, мы тебя поэтому любим». Вопрос. Неожиданный вопрос. Хорошее начало. Как вы относитесь к творчеству Эйн Рейнд и книге «Атлант расправил плечи»? Кто знает такую книгу? Многие знают, это такая Библия либертарианцев. Я так понимаю, вопрос от либертарианцев. Нет. Ну, книга хорошая, она входит во всю классику, литературу нужно ее прочитать. Но я считаю, что эта книга, конечно, это ревущие 20-е. Это про 20-е годы прошлого века в США. Значительная часть этих классных идей, она не очень-то применима. Ну, хотя, конечно, базовая идея про свободу бизнеса, который движет, она, конечно, правильная. Но нельзя пытаться применить это все буквально здесь, сейчас в России. Вопрос. В России, Ваня, Рома нашел вчера советы. Как я отношусь к Шлосбергу и будет ли десоветизация? Как вы относитесь к Шлосбергу? Плохо. Хорошо, но я хорошо отношусь. А что мне плохо относиться к Шлосбергу? Шлосберг здесь вполне эффективно борется с Единой Россией. Я не люблю Единую Россию. Я небольшой фанат партии Яблоко, из которой меня исключили. Но, тем не менее, когда кандидаты от Яблоко куда-то проходят, это значит, единороссов меньше. Поэтому я хорошо, прекрасно отношусь к Шлосбергу. Будет ли десоветизация? Я считаю, что просто нам не нужна компания. Что такое десоветизация? Объясните мне. Что я должен сделать для десоветизации? Улицы переименовать? Ленина снести? Ленина похоронили. Вот видите, даже мы не очень понимаем. Значит, когда я стану президентом? Если я выпускаю указ о том, что в Пскове снести памятник Ленину, вы мне в ответ пишите письмо. Иди к чертовой матери. Потому что вопрос местного значения. Десоветизация это ваши местные референдумы по улицам, по Ленину и всем остальным. Если вы проголосуете за это, я буду только рад. Для меня, скорее, это процесс открытия архивов. Я считаю, что должны быть открыты архивы. И историки должны в этих архивах работать, для того, чтобы мы лучше понимали, что у нас там произошло. Вопрос. А если будете президентом, поменяете Конституцию и Уголовный кодекс? Если я буду президентом, поменяю ли я Конституцию и Уголовный кодекс? Ну, в какой части-то? Ну, вот с церквями, с этим, по-другому. С чем-с чем? В церкви и вот это. А, ну хорошо, давайте на две части разделим этот вопрос. Нужно ли менять Конституцию? Ну, смотрите. Вам нравится эта Конституция? Она не соблюдается. Ну, как-то непонятно, но она вроде есть. И нам все говорят, не надо трогать Конституцию. Но по этой Конституции губернаторов перестали выбирать. По этой Конституции мэров, городов перестали выбирать. По этой Конституции Путин сидит 18 лет у власти и хочет еще на 12 лет избраться. По этой Конституции у нас везде цензура, но нам говорят, что цензуры нет. Поэтому я считаю, что Конституция плохая, ее нужно менять. Но вам вторая часть вопроса была про РПЦ. Беспокоит вас эта тема? Да! РПЦ! Я верующий, христианин и православный. Чтобы молниями не ударились, сначала оговорка. И как верующий, как христианин, как православный, я обещаю вам, что я отделю церковь от государства. По-настоящему отделю. Не будут священнослужители при всем уважении к ним сажать людей в тюрьму, звонить с листной комитета, говорят, ой, там во ВКонтакте кто-то повесил карикатуру. Арестовать его! Что? Ну то есть мы уважаем все религии, все конфессии. Они от нас отдельно. Они могут собирать свои пожертвования, налоги. Неналоги, пожертвования. Мы даже не будем с этого брать налоги. Пожалуйста, собрали ваше. Но вмешиваться в интересы государства мы не позволим. Когда вы станете президентом, сделаете вы безвизовый режим с ЕС. Когда я стану президентом, я постараюсь сделать безвизовый режим с ЕС. Я точно сделаю визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья. Невозможно уже! Ну невозможно! У нас просто какая-то странная вещь. Постоянно долдычит о терроризме, о террористической угрозе. При этом любой человек из Узбекистана и Таджикистана может сюда въехать беспрепятственно. А чтобы европейцу сюда приехать, анкету заполни, анализы и все остальное. Нам выехать туда тоже сложно. Наша, как бы главная в этом смысле такая магистраль движения во внешней политике, взаимоотношения с ЕС, торговля с ЕС. И выстраивание культурных, нормальных, но ограничений по въезду из Средней Азии и Закавказья. Раз уж я начал говорить о внешней политике. Важнейшая вещь, которая отличит меня от Путина во внешней политике. Путин любит раздавать деньги другим странам. Знаете это? Вас это устраивает? Нет! Я вообще с изумлением смотрю на это. С изумлением смотрю, как депутаты голосуют, за это федерации голосуют. Простить долги тем, просить долги тем. Кубе 30 миллиардов просили. Мозамбику просили. Этим просили, тем просили. Вам это нравится? Нет! Я единственный кандидат, который совершенно четко, ясно обещает вам, я стану президентом, я прекращу прощать долги другим странам. Прекращу это наши деньги. Нам денег здесь не хватает, согласны? Куда прощать? Какая куба? Давайте оглянемся, посмотрим вокруг. Нам есть куда вложить эти миллиарды. И они нам говорят, сейчас власть говорит, что ну нельзя это сделать, потому что геополитика. В интересах, значит, граждан финансировать другие страны, прощать им долги. Это соответствует вашим интересам? Нет! Если неудобно, я даже придумал недавно такую формулу, как отказывать. Недавно проезжал президент Судана, знаете, в Россию. Попросил денег, получил денег. Ну и я ставлю себя на место Путина, когда меня просит президент Судана денег. Что я ему должен сказать? Денег нет, но вы держитесь, не могу. Хочется. Оно почти слетает с моего языка, но не могу это сказать. Потому что дипломатический этикет не положен так говорить. А пенсионерам положен так говорить? Я не буду говорить так никому. Но с президентом Судана я сделаю хитрее. Я... К тому времени уже будет авиасообщение. Поэтому я быстро-быстро посажу его на самолет и привезу его куда? Сюда. Псков? Псков? Прямо, возможно, даже сюда. Мы пройдем по этой дороге, после чего он подойдет ко мне и скажет... Дорогой Алексей, вам деньги не нужны случайно? Мы, жители Судана, готовы, глядя на ваши дороги, готовы подогнать вам немножко. Потому что такого нет нигде. Мы прекратим разбазаривать. Это наше. Это наше. Оно должно быть у нас. Вопрос, да? Так, все-таки какая перспектива недопуска на выборы у вас? Так все-таки какая перспектива недопуска на выборы? Ну, смотрите. Почему я называю себя кандидатом? Я не кандидат. Почему я не кандидат? А смотрите, хороший вопрос. С одной стороны, как бы вроде даже странный, но вот человек задает вопрос. А почему вы считаете меня кандидатом? А знаете почему? Почему я считаю себя кандидатом? Отвечаю. Я считаю себя кандидатом. Потому что, когда я приезжаю в город Псков, ко мне приходят люди, встретятся со мной, как с кандидатом. Правильно? Я считаю себя кандидатом, потому что я представляю политические интересы этих людей. Правильно? Потому что я знаю совершенно точно, все остальные люди, которые, по вашему мнению, в самом деле, что и кандидаты, они не соберут никого. Я кандидат, потому что я представляю людей. И больше мне ничего не надо. И продолжаю. Отвечаю на этот вопрос. Перспектива недопуска. Ну не хотят допускать. Но у меня другого плана нет. Кроме как ездить по городам и убеждать вас всех. Поддержите меня. Требуйте любым способом. В соцсети, в разговорах с соседями, где угодно. Требуйте моего допуска. Потому что они меня допустят или не допустят только когда поймут, что невозможно не допустить. Я вижу, что вы уже замерзли. Готовы? Еще немножко поотвечаем. Что вы говорите? Я лжу. Я много лгу. Например. Еще раз, еще раз. Где я начал? Я лгу по поводу чего? По поводу Аляски. По поводу Аляски. Я лгу по поводу Аляски. Значит, да, я говорю на митингах и говорю здесь, что на Аляске люди получают компенсацию от продажи части их нефти и газа. В прошлом году на жителя было около 10 тысяч долларов. Вы сколько получили денег от продажи нефти и газа? Ноль. Ноль. Минус ноль. Ноль. Это тоже ложь. Вы получаете здесь деньги? Это ложь. Она получает. Нет, может она и получает. Но у меня есть четкое ощущение, что вы не просто не получаете это в виде денег. Вы ни в виде чего это не получаете. Когда цена на нефть растет, вы чувствуете, что вы становитесь немножко богаче? Нет. И никто не чувствует. Задача моей избирательной кампании это изменить. Потому что мы богатая нефтяная страна. И мы должны это чувствовать. Вопрос. Как при президенте Навальном будет проводиться политика в отношении детей из детских домов? При президенте Навальном мы постараемся создать такую систему, при которой вообще не существует детей в детских домах. Почему американцы бегают и усыновляют детей здесь или в Африке? Потому что там нет детских домов. А там в принципе они отсутствуют чаще всего. В Западной Европе они отсутствуют чаще всего. Проблема детских домов и брошенных детей в 99% случаев это проблема бедности. Потому что она его родила, содержать она его не может. Она мать-одиночка. Мать-одиночка в России это вообще все. Детский сад иди устраивайся. На работу ты не можешь пойти. Декретный отпуск у нас хотя длинный, но пособие на ребенка вообще минимальное. Поэтому конечно она его пошла и отдала в детский дом. Это проблема бедности. Мы должны решать проблему бедности и сделать так, что детских домов бы в России не было. Но пока, пока они есть. Мы должны облегчить процедуру усыновления вот здесь внутри России. Потому что чтобы усыновить ребенка сейчас нужно просто круги ада пройти. Вопрос. Да. Вопрос про сельское хозяйство. Сельское хозяйство нуждается в трех вещах. Первое. Почему умирают деревни вообще, любые маленькие населенные пункты? Потому что невозможно жить в месте, где нет ни больницы, ни школы. Правильно? Это базовая инфраструктура. В населенном пункте, где закрыли фельдшерско-акушерский пункт, что делает правительство. Закрыли больницу. Жить нельзя. Ну как ты будешь там жить? Ты уедешь. Если там нет школы, ты не будешь жить в месте, где нет школы. Или где-то в школу твоего ребенка будет везти 30 километров по раздолбанной дороге. Поэтому вещь номер один, как я уже сказал, финансирование образования здравоохранения. Тогда мы сможем задержать людей внутри этих населенных пунктов. Второе. Сельскому хозяйству нужен дешевый кредит. Сейчас под какой процент можно взять деньги, если ты фермер? Под семь. Чтобы отбивать семь процентов, нужно продавать что? Героин. Выращивать маковую соломку. Потому что ничем другим ты такой кредит не отобьешь. Поэтому дешевый кредит и третья инфраструктура. Газ и электричество. Потому что без инфраструктуры никакое сельское хозяйство просто невозможно. Ты не можешь содержать ни скот, ни заниматься ни растениеводством, земледелием, если у тебя нет инфраструктуры, что тоже связано с дешевым кредитом. Вот эти три главные вещи нам нужно решить. Вопрос. Что вы планируете делать с 228 статьей и возможно декриминализацией и вообще легализацией? Потому что в Кирове очень много людей сидят за то, что они отказались от алкоголя и выбрали до часа. Так, я там сделал ошибку, произнес слово героин и сразу получил вопрос про легализацию наркотиков. Все так ликуют. Прямо все ликуют. И ожидаю, что я скажу, ребята, с завтрашнего дня забиваем на каждой улице Пскова и передаем. Значит, первое, наркотики это зло. Наркотики употреблять не нужно. Второе, проблема России, что все тюрьмы сейчас забиты людьми, которые сидят по 228. Это люди, которые совершили ошибки, совершили преступления, но их какое-то минимальное количество, грамм гашиша, посадили на 7 лет. На 10 лет сажают. За убийство настолько не сажают в России, сколько за минимальное количество наркотиков. Путь России это декриминализация. Как каких-то определенных нелегализация. Она нигде в мире не произошла. Декриминализация прекращать сжирать своих собственных людей. Вот эту молодежь сажать на годы долгие мы должны прекратить. Но в целом, конечно, наркотики это пагубное негативное явление. Извините, если разочаровал своим ответом. Человек приехал из Великих Лук, спасибо большое. Говорит, что там открывается народный штаб, приеду ли я в Великие Луки? Я постараюсь, я не могу четко сказать, что я приеду. Если вы согласуете там митинг, я постараюсь приехать. Но я работаю кандидатом. Я чешу по стране. Я приехал сюда из Саратова. Завтра я буду выступать в Самаре. Я надеюсь, что я в том числе доеду и до Великих Лук, потому что это положено делать кандидату. На практике это зависит от согласования и митингов. Но, безусловно, я попытаюсь это сделать. Вопрос. А, погодите. Вот потом вам, а сначала был кто-то здесь выкрикнул. А где вот ты деньги на это все возьмешь? Потому что я там обещал. Там денег, здесь денег. Значит, не я, а мой любимец, которого зовут Дмитрий Анатольевич Медведев, сообщил, что на госзакупках воруют 1 триллион рублей в год. На госзакупках компаний государственных воруют около 3-4 триллиона в год. Это уже, вот это, такие колоссальные деньги, на которые можно построить новую экономику. Это первое. Второе, как я уже сказал, мы прекратим прощать долги зарубежным странам. Третье, дивиденды государственных сырьевых компаний. Они не платят ни налогов, ни дивидендов, ни Роснефть, ни все остальные. Четвертое, налоги на олигархов, которые должны заплатить. Денег в России море. Как это ни парадоксально. Есть где взять деньги, было бы желание их брать. Вопрос. Смогу ли я, если меня не зарегистрируют, провести общероссийский референдум? Честно, отвечаю на этот вопрос. О доверии президенту правительства. В России законодательство о проведении референдума запретительное. Никто никогда не провел референдум ни на региональном, ни на местном уровне. Попыток много. Я в этих попытках тоже участвовал. Такой референдум, безусловно, нужен. Я бы хотел его провести. Но по нынешнему закону там нужно собрать 2% подписей жителя, типа, за месяц. Это вообще невозможно. Жители России. То есть, если там абсолютно запретительные условия, но такой референдум, конечно, был бы нужен. Вопрос. Значит, вопрос про... Вопрос отменить 282. Что делать с теми, кто сидит за всякий экстремист? И можно ли их как-то абнестировать? Вам нужно 282? Статья за экстремизм? Нет. Нет. Вы считаете, ну вот вы, жители России, налогоплательщики, платите ли вы деньги за то, чтобы эти полицейские бегали и ловили кого-то за посты во вконташи? За какие-то рисунки, за всякую фигню? Значит, я отменю статью 282. Я обещаю это в первый день. Я в первый день выпущу всех, кто по ней сидит. Их не нужно амнистировать. Они политические заключенные. Там есть довольно неприятные люди. Разные есть. Но они сидят за свое убеждение. Они сидеть не должны. И вся вообще вот эта вот идиотская государственная система, направленная на то, чтобы... Что тут так шумит? Я так долго говорил, что здесь нет авиасообщения. Они пустили кругами, что ли, летать, показать. Навальный врешь. Значит, в целом государство должно прекратить лезть гражданам из-за всякой фигни. И у меня есть одно из любимых моих предвыборных обещаний, которые я еще раз с удовольствием повторяю. Президент Алексей Навальный распустит Роскомнадзор. Распущу. Да, да, да. Распущу. Распущу. Распущу, может быть, даже слово недостаточно энергичное. Разгоню. Уволю. Лично уволю всех. Это сборище дармоедов. Да. Сидящих на нашей шее. Требующих в нас денег. Мешающие, вредящие нас. Посмотрите закон Яровой. Ну что это такое? Мобильная связь сказала позавчера. Мы дополнительно должны будем поднести потери 60 миллиардов рублей типа за год. Кто заплатит эти 60 миллиардов рублей? Ну мы. Мы хотим их платить. У нас есть еще дополнительные 200 рублей платить за мобильный телефон. Нет. Мы не хотим и в этом нет никакой нужды. Поэтому пакет Яровой отменим. Роскомнадзор разгоним. А Яровую посадим. Какие вы агрессивные и злобные. Я поддерживаю. Посадим. Безусловно посадим. Вопрос. Да. Вопрос наблюдателя на местах понятен. Как я буду бороться с манипуляциями на высшестоящих избирательных комиссиях. Но не будем наивными людьми. Мы понимаем, что те, кто сидит в Кремле, это миллиардеры, не желающие распрощаться своими миллиардами. Это люди, которые обладают абсолютной властью в огромной стране. И они не желают с ней расставаться. Бензин бесплатный. Ну, будем бороться. У меня есть, если у меня такая кнопка волшебная, я нажимаю и политификации нет. Кнопки не существуют. Есть гораздо более важная вещь. Тысячи, десятки тысяч волонтеров, которые готовы войти в любые избирательные комиссии. Есть честные люди в избирательных комиссиях. То есть мы будем делать все для того, чтобы преодолеть. Самое главное, что мы будем делать, не будем сидеть на печи. Я не буду таким кандидатом, который не делает ничего. За каждый голос я буду бороться, потому что я за этот голос приезжал, выступал, убеждал. Хорошо выступил, получил голос. Плохо выступил, потерял. Работа. Поэтому я буду биться и бороться. И вас, ребята, я прошу меня поддержать в этой борьбе. Потому что нужно нам это все. Потому что хотим мы все это изменить и должны изменить. Если не изменим, не отстоим, ну, значит, мы обречены. И дети наши обречены. Без каких-то причин. Я хочу прожить остаток своей жизни в России. Я хочу, чтобы мои дети здесь жили и не сражались за существование, а жили достойно. И у них есть и право, и возможность жить достойно, как и у ваших детей и у вас. Должен же в России рано или поздно возникнуть нормальный, честный, некоррумпированный президент. Не уверенно. Да, должен. Я им стану, если вы меня поддержите. Я обещаю вам, ребята, что я вас не подведу. Поддержите меня на этих выборах. Я буду делать все для нашей общей победы. Спасибо огромное. Я вижу, что вы уже замерзли. Поотвечаю на вопросы еще в частном порядке. Спасибо огромное, Псков. Спасибо, что пришли. Я надеюсь, вы все завтра не заболеете. Спасибо. Сейчас, отвечу на все вопросы еще. О, все. Разходимся. Пошли, Йогика. Все, пока. Всем пока, кто смотрел. Отпять-ка людей привет. Да, привет. Все, всем покидос. О, Алексей, Алексей. Вас 8 тысяч смотрело в перископе. Я, ну, ушел, потому что вы поняли, что там. Алексей, Алексей, Алексей. Про Приднестровню вас спрашивали, что там к России хотят присоединиться. Если вдруг вас не допустят. Ну, вдруг. Ну, вдруг. Собчак будем поддерживать? Или что вы скажете? Значит, дело не в Собчак. А дело в том, что если меня не допустят, никого нельзя поддерживать, потому что это не выборы. Все понял. Потому что Собчак что сказал? Что если только вы пойдете, а нас не... Это популизм, да? Все понял. Лови, лови, Приднестрову. Ну, все. Все, пока. Никого не будет. Да, поэкассировать. Собчак.